обратился ко мне один брат и он говорит то что у него была дискуссия с человеком который хоть и при этнический как бы причисляется к мусульманам но отрицает сумму посланника аллаха до богословит его аллах и приветствует и то что этот человек выдвинул то есть два псевдодовода которые брат не знал как хорошо ответить и он попросил обратился ко мне за помощью и я решил поскольку это важная тема и часто вокруг нее сеют шубу хаты враги ислама поговорить об этом подробнее разобрать эту тему значит первая довод который говорит этот человек то что якобы число хадисов пророка такое что человек чисто физически не мог их собрать не мог их сказать высказать за всю свою жизнь что указывает на то что то есть сумма не недостоверно и придумано ответ адов и принадлежит аллаху то что это явная ложь это явная ложь и этот человек уже ты не стесняется и разъяснение этого следующем число достоверных хадисов посланника аллаха до богословит его аллах и приветствует это примерно четыре с половиной тысячи хадисов плюс-минус потому что понятно что в некоторых хадисах ученые могут разногласить кто-то то есть считает он достоверен кто-то не считает он достоверен то есть в районе четырех с половиной максимум пяти тысяч хадисов все эти хадисы они известны и собраны в кутубу ситта то есть два сахиха аль-бухари и муслим и четыре сона на тирмизе абудауда анна саи ибн маджи и также мусна дыма махмада и муатта малика то есть вот в этих книгах собраны все достоверные хадисы и если удалить то есть слабые и удалить повторяющиеся то это будет где-то то есть по подсчетам четыре с половиной пять тысяч хадисов и это при том что послан николаха как известно салаху алейкум ассалам как он сам про себя сказал то что мне было даровано джавами уль-калим то есть дословно это не перевести но смысл этого то что он говорил словами которые были очень краткие но в то же время содержались в себе великие смысл то есть ему было даровано умение кратко сказать вещи которые очень важны и содержат в себе много смыслов и законного уважения поэтому большинство его хадисов посланник аллаха саллаху алейхи вассалам они короткие несколько предложений несколько предложений и длинных хадисов посланника аллаха саллаху алейхи вассалам очень мало и имам от табарани собрал все длинные хадисы из слов посланника аллаха в отдельные книги называется на хадис актуаль и книга то есть содержит в себе шестьдесят два хадиса шестьдесят два хадиса то есть длинные реально при том что не все они достоверны то есть сами оцените да теперь насколько верны эти заявления то есть достоверных хадисов пророка около четырех с половиной тысяч из них может быть 50 которые где то есть пророк саллаху алейхи вассалам какие-то длинные речи сказала обращение остальное 123 предложение так как же можно говорить что не скажет этого человек за всю свою жизнь это явный бред явная ложь рассчитанная на то чтобы заблудить людей которые незнакомы с сунной более того сахих аль бухари который содержит в себе 6 с лишним тысяч хадисов ну там много повторяющихся суть я просто пример привожу то есть большинство достоверных хадисов они есть сахихи аль-бухари так вот сахихи аль-бухари читается с из надами с рассказами от третьего лица где какой-то из подвижников рассказывают то есть там мы мы поехали туда туда увидели тех тех то есть сразились теме пришел тот сказал это то есть слов пророка самого там очень почти нету мало да то есть и со сарами от сподвижников и табиинов которые в такие хидл кухари есть и со со словами самого имама аль-бухари сахих аль-бухари читаются от корки до корки вслух за несколько часов за несколько часов то есть большинство хадисов посланенных алас olla холии вас сан üstabil Matejais он достоверно которые есть они читаются за несколько часов то есть этот человек невежда утверждает это уже утверждает то что всю жизнь за всю жизнь человек не смог бы столько сказать разве это является правдой или же это как выяснилось явная клевета второе утверждение этого человека он говорит то что сумму стали записывать написали как он утверждает только через 300 лет после смерти пророка и то есть ее как бы приписали выдумали это тоже ложь рассчитанная на людей которые не знакомы с науками хадиса и незнакомы с историей собирания сунны скажем а то и принадлежит всевышнему аллаху то что сунна пророка записывалась еще при его жизни сунна пророка записывалась еще при его жизни делали это сподвижники по его одобрению делал это амры на нас да будет довольным аллах записывал хадисы пророка которая то есть высказывание пророка которое он слышал и пророк одобрил это и сказал пиши в истину я не говорю ничего кроме истины затем также существовали послание пророка которое он рассылал в разные земли в разы рассылал в разные земли чтобы обучать людей ахкамам религии законом религии то есть объяснял там омовение к как омовение выполняется молитва и так далее то есть там как делится наследство и например к примеру говорю то есть письмо пророка салам алейхуассалам людям и именно его послание амру ибн хазму она до сих пор есть по его то есть так как оно было написано так как оно было написано есть письмо пророка саллаху алейхуассалам людям и именно где он обучает их законно уважением исламу и в общем шейх агуджафр аль-хулейхи который хорошо поговорил по этой теме объяснил что стадии собрания сунны было несколько первая стадия это книги и письма самого про послание письма самого пророка как послание амру ибн хазму людям именно и тому подобное вторая стадия собирания сунны это стадия свитков как например свиток хамама ибн мунаббиха в котором он записал от абу хурейры то есть ученик абу хурейры слушал его и записывал хадисы пророка вот сподвижника джабера и эти свитки они известны и написавшие их слышали напрямую вот сподвижников пророка третья стадия собирания сунны этого время то есть табиинов тоже ум во время умара видно для виза он приказал собирать хадисы пророка которые то есть имелись у сподвижников пророка которые оставались на тот момент живыми и и у их учеников то есть не уже не просто то есть свиток а вот вот кого-то одного хадиса кого какого-то одного сподвижника а от разных сподвижников ему в этом помогал имам азухри табиин и великий хафиз из хафизов и передатчиков сунны и еще с того момента есть написанная то есть составленные книги сунны как азухри у него из книга аль-магази да про газоват и пророка салаху алейху ассалам и так далее то есть о чем этот человек говорит какие 300 лет когда сунна записывалась еще во время жизни пророка потом записывалась учениками сподвижников от сподвижников потом записывалась собиралась уже от разных сподвижников табиинами четвертая стадия то есть это стадия ученых между которыми и пророком было два человека как например имам малик составитель муатта он передает от нафи табиина от ибо номара сподвижника от пророка и таких ученых было много и они написали то есть составили много книг то есть с хадисами и эти книги тоже есть тоже то есть они сохранены и так далее из этих книг это например книга табиина абдуль-малика ибн джурейджа она сохранилась мыiksi на фигня табиин который передает то есть и между ним в основном между ним и пророком два человека так же из таких людей мухаммад ибн аскак табиин составители siree между ним и пророком два человека также из таких людей имама路 за и между ним и пророком два человека из таких людей Саида бинаби Аруба, у него есть книга Аль-Манасик по Ахкамам Хаджи где он собрал хадисы которые передают сподвижники то есть по Ахкамам Хаджи Эта книга есть она дошла до наших дней и таких людей много было и они написали книги и они сохранились это было еще за сотню лет до имама Аль-Бухари имама Муслима и эти книги они есть и затем следующее поколение это их ученики между которыми и пророком уже три человека и это такие имамы как имам Ахмад Ибн Хамбалис, Хакам Нарахалейхи и им подобное то есть и они еще обширнее то есть объездили шейхов слушали хадис записывали его и собирали и больше еще то есть собрали в одной книге чтобы больше хадисов было собрано а имам Аль-Бухари это ученик имама Ахмада уже то есть пятое поколение ему просто что оставалось оставалось уже полностью собранной сунны отобрать просто достоверное он уже цель поставил для себя то есть он и имам Муслим отобрать достоверное из хадисов пророка салам алейху ассалям и он это сделал и не то что он из воздуха пришел и откуда-то какие-то легенды собрал то есть которые не имели основы какие-то забытые предания там кто-то там и так далее нет то есть он уже то есть к известным вещам которые были записаны давным-давно передавались и так далее он отобрал по своим критериям вот что сделал имам Аль-Бухари а не то что он из воздуха пришел через 200 там с чем-то лет после смерти пророка и что-то там написал как пытаются представить этот зиндых поэтому стало ясно то что сонна пророка салам алейху ассалям она известна известна достоверная из нее оно было собрано и записывалось то есть оно записывалось еще при его жизни начало то есть собираться еще во время табиинов учеников-сподвижников и имам Аль-Бухари да помилует его Аллах и имам Муслим да помилует его Аллах они уже пришли к тому что готово собрано и просто отобрали из этого достоверное по своим критериям в снаде а не как говорит этот человек и ему подобные всякие востоковеды секуляристы и зиндыки то что якобы сонна она то есть там пророк умер 200 лет прошло никто ничего не этот и вдруг что-то там аль-Бухари написал как пытаются они представить нет однако аль-хамдулилля стало ясно то что они лгут в заключение хвала Аллаху Господу миров